Остров Халки находится в нескольких километрах западнее Родоса. Аэропорта здесь нет, и попасть сюда можно только морем. Рейсовые корабли приходят и из Пирея, и со всех ближайших островов. На Родосе – ближайший порт, откуда можно отправиться на Халки. Это камера скала, однако большинство судов отправляется из порта города Родос. Время в пути – около одного часа, а расписание позволяет совершить однодневную экскурсию, поэтому Халки весьма популярен среди туристов, отдыхающих на Родосе. Халки – это гористый, безводный и засушливый остров, площадью менее 30 квадратных километров. Древнейшая история его достоверно неизвестна, археологические находки весьма скудны, а первое письменное упоминание относится к V веку до н.э. Начиная с IV века, Халки попал под влияние Родоса, и в дальнейшем его историческая судьба тесно переплетена с историей Родоса. Порт Халки был важной якорной стоянкой для Родосского флота, поскольку западное побережье Родоса неудобно и опасно для судов. Происхождение названия имеет две версии. По одной из них оно образовано от греческого слова «халкос», то есть «медь», а по другой – от финикийского слова «карки» или «калхи», означающего «пурпур». Можно предположить соответственно, что остров был известным центром обработки меди или бронзы, либо здесь занимались добычей пурпуроносных моллюсков. Единственный населенный пункт на острове – это деревня Халки, или, как ее еще традиционно называют, Нембарье, с населением менее 500 человек. Деревня находится прямо у порта и очень живописна. Архитектура относится в основном к периоду экономического расцвета острова в XIX веке и к периоду итальянского правления между мировыми войнами. Интересной особенностью является запрет на использование во время туристического сезона механических средств передвижения. И хотя это правило имеет много исключений, нельзя официально взять на прокат ни автомобиль, ни мопед, ни велосипед. Впрочем, дорожная сеть острова весьма невелика, к тому же имеется такси и иногда ходит автобус. Протяженность самой длинной дороги – менее 10 километров. Для поездок вокруг острова можно воспользоваться катерами. Среди них есть такие, которые совершают регулярные рейсы к популярным пляжам, есть и которые можно нанять индивидуально на рейс или на целый день. Это стоит дороже, но выгодно, если компания большая. В деревне имеется несколько небольших гостиниц, центр туристической информации и маленький историко-этнографический музей. Музейный можно назвать и саму спокойную и даже патриархальную атмосферу деревни. Но еще 100-150 лет назад экономическая и общественная жизнь была гораздо активнее. Однако после Первой мировой войны начался экономический упадок, население стало сокращаться и только с развитием туризма начался новый экономический подъем. Достопримечательностей в деревне почти нет, но уже при входе в порт хорошо заметны здания ветряных мельниц, которые давно не работают и сохраняются как символ долгой истории острова. На пристани установлен бюст лейтенанта Александра Содьякоса, уроженца острова и первого греческого офицера, павшего в Итало-греческой войне 1940 года. Немного в глубине установлен памятник майору Диогенесу Фануракису, который родился и погиб на Халке. В самой деревне внимание привлекают некоторые хорошо отреставрированные здания, часовая башня и церковь Святого Николая. Колокольня церкви Святого Николая считается самой высокой на островах Додеканеса и построена с использованием мрамора древнего храма Аполлона. Непосредственно в деревне пляжи нет. Ближайшие пляжи находятся в 15-20 минутах ходьбы от деревни. Они невелики, но достаточно хорошо оборудованы. До более дальних и труднодоступных пляжей желающие добираются обычно на лодках, хотя существуют и пешеходные тропы. Туристы, интересующиеся историей и природой острова, могут совершить пешие экскурсии. Хотя расстояния небольшие, для этого требуется определенная физическая выносливость из-за перепадов высот. Как утверждается, на острове имеется более 300 часовен и церквей, многим из которых уже более тысячи лет, однако действующих и полностью сохранившихся явно намного меньше. Наиболее интересны и легкодоступны из них – это монастырь архангела Михаила и монастырь Святого Иоанна, которым проложены автомобильные дороги. Получив разрешение у церковных властей, в монастыре Святого Иоанна можно остаться на несколько дней. На 29 августа, день усекновения главы Иоанна Предтечи, в этом монастыре проходит самое крупное традиционное празднование на острове. На Халке есть несколько пещер, самая известная из них – это каменос спилиос, то есть сожженная пещера. В ней адмирал Франческо Морозини, из мести запосланная народа с предупреждения, удушил дымом костров, спрятавшихся жителей острова. На карте обозначено много археологических мест, но они, как правило, интересны больше специалистам, так как на местности почти ничего не сохранилось. Кое-где можно увидеть традиционные сельские строения, кифы и руины других сооружений, которые использовались вплоть до середины 20 века. Наиболее значимый и известный исторический и археологический объект острова – это покинутая деревня – Полье-Харье, что в переводе означает «старая деревня». Дойти до этой деревни несложно, она находится рядом с автомобильной дорогой на склоне горы. Деревня музеифицирована, по территории проложены тропы, имеются указатели и описания. Это место было заселено с древних времен, а последние жители покинули его в конце 1960-х годов. Сохранилась церковь Панагий-Хариани и 15 августа, в день Успения Богородицы, в деревне проводится праздник и древняя столица острова оживает. В остальное время здесь бродят только призраки ушедших времен, козы и немногочисленные туристы. Восстановлен частично сохранившийся участок стены IV века до н.э. Интересный объект эллинистического периода – это трон Зевса и Гекаты, использовавшийся в ритуальных целях, или как магический символ присутствия почитаемых богов. Над деревней на вершине горы, в период владычества рыцарей госпитальеров, была построена крепость. Она расположена на месте древнего Акрополя и включает в себя части более старых укреплений. Работы проводились под руководством выдающегося военного инженера и великого магистра ордена Святого Иоанна, Пьера де Обюсона. Герб его хорошо виден на стене крепости. Крепость поддерживала визуальный контакт со сторожевым постом на западной оконечности острова и при необходимости посылала на Родос сигналы о приближении неприятельского флота. После захвата острова турками-османами крепость продолжала использоваться как наблюдательный пункт. Восстановлены участки крепостной стены, одна из башен, входы в крепость и церковь Святого Николая. Одного дня вполне хватит, чтобы посетить монастырь Святого Иоанна, старую деревню и прогуляться по современному поселению. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok